Завтра на сцене ДК имени Газа с программой «Услышь меня, хорошее» выступит московский баритон Владислав Косарев. Это имя хорошо известно петербургским поклонникам городского романса. Однако Владислав намерен расширить круг своих слушателей. Что же войдет в программу 6 декабря, сегодня мы узнаем у самого Владислава Косарева. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Конечно, сначала хочется поговорить немножко о концерте. Действительно, я знаю, что вы часто выступаете с симфоническими оркестрами. Будет ли кто-то с вами на сцене в этот день? Да, конечно. В этот день на сцене будет замечательный оркестр Новгородской филармонии. Оркестр русских народных инструментов. Кстати говоря, я часто выступаю не только с симфоническими, не только с народными, но еще и с духовыми оркестрами. И в Петербурге дважды за эту осень я выступал с двумя прекрасными духовыми оркестрами. Так что завтра будет небольшой сюрприз. И я предлагаю петербургским зрителям познакомиться со своей программой в сопровождении оркестра русских народных инструментов. Это очень интересное сочетание, ведь программа не ограничена только русскими народными песнями. Конечно, нет. В концерте прозвучат романсы, народные песни, конечно же, а также шедевры эстрады как советской, так и зарубежной 20 века. А эстрадные песни будут тоже аккомпанировать? Да, тоже народные инструменты. Да, это очень интересно звучит. И, смею вас уверить, это звучит достаточно убедительно. Во всяком случае, многие произведения советской эстрады, и, кстати говоря, неаполитанские песни, а в сопровождении балалайок, домр и баянов звучат очень... Да, это очень интригующе. Очень интересно. Что вас связывает с нашим городом? Вы достаточно часто выступаете здесь. Знаете, вот как-то так получилось, что в последние полгода я чаще выступаю в Петербурге, чем в Москве. А почему так? Вот не знаю, так складывается... А вам нравится здесь у нас? Мне очень нравится. Мне нравится сам город. Мне нравится сам зритель Петербурга. Он совершенно другой по сравнению с Москвой. Ну, вот там хочется услышать, чем же мы такие другие? Знаете, вот, по моим ощущениям, зритель Петербурга, он очень долго присматривается. Он прислушивается, он оценивает. Это очень вдумчивый зритель. Зритель с очень высокой художественной планкой. Но... Но уж если присмотрелся. Если полюбит, да, то это на всю жизнь. Замечательно. Может быть, вы нам что-то споете, Владислав? С удовольствием. Я тогда, с вашего разрешения, подарю всем зрителям телеканала песню, вместе с которой прошло мое детство. Не только с ней, конечно же, но и с ней в том числе, потому что моя мама очень любила творчество Георга Отца, Муслива Магомаева, Эдуарда Хиля, Юрия Гуляева. То есть я вырос в окружении баритонов. И я хочу спеть песню из апертура Георга Отца о вашем прекрасном городе. Ой, нам очень приятно. Город над вольной невой, город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Вот первый куплет. Спасибо большое. Нам очень приятно. Это такой комплимент нашему городу, нашим телезрителям. Что ж, Владислав, от всей души желаю вам аншлага на концерте. Спасибо. И радуйте нас чаще вашими концертами. И сейчас у вас есть возможность пригласить телезрителей вот прямо на камеру, чтобы все пришли. Ой, как здорово. Дорогие друзья, завтра в ДК имени Газа я буду очень рад видеть вас всех на концерте под названием «Услышь меня, хорошее». Так что, друзья, приходите. Я думаю, вас ждет много интересных сюрпризов, масса положительных эмоций. И открою маленький секрет. Я думаю, что даже одну песню мы споемся вместе. В сопровождении прекрасного оркестра народных инструментов. Спасибо вам большое. Спасибо, до встречи. И я с удовольствием напоминаю, что увидеть и самое главное услышать нашего сегодняшнего гостя Владислава Косарева на сцене можно будет завтра вечером в ДК имени Газа.